Добрый день, дорогие друзья! С вами профиматика и я, Игорь Уколов. В этом видео мы поговорим с вами про статистику сдачи ЕГЭ-2023 на основе данных, которые, во-первых, недавно опубликовал ОФИПИ и которые в течение лет опубликовал ряд регионов Российской Федерации. Мы не смогли найти результаты Москвы, но мы смогли найти результаты, например, Республики Татарстан или Питера. И вот на основе этих результатов в целом можно говорить об общей картине, ну, ровно потому, что это достаточно большие регионы. Здесь мы поговорим, на какие баллы в среднем люди сдавали ЕГЭ, мы посмотрим конкретно по заданиям и поговорим, какие задания на ЕГЭ были сложными, какие легкими и что нам с этим делать в следующем году. Итак, поехали! Ждем мы, наверное, с того, что поговорим про Питер. В Питере в этом году профильную математику сдавало 15 689 человек. Интересно, что 60% из них были мальчики, 40% были девочки. Это примерно общая картина по России, потому что в Татарстане мы увидим точно такое же распределение. Кажется, что это интересный факт. Что по результатам? Значит, тут надо заметить, что в Питере средний балл упал. Он был 59,5% в 2022 году и он стал 58,5% в 2023 году. Наблюдается падение стубальников. Было 67 человек, стал 21. Ну и в целом количество высокобальников тоже упало больше, чем на процент. Под высокобальниками мы будем понимать тех, кто сдал ЕГЭ на 80 плюс баллов. Если еще подсчитать примерно, сколько людей сдавало на 90 плюс, то в Питере это примерно 350 человек набрали 90 баллов и больше. Это примерно 2% от общего числа сдающих экзамен. То есть примерно 2% по профильному ЕГЭ выходит за 90 плюс. Татарстан нам покажет очень похожую картину. Что еще видно, что достаточно большая группа людей, которые набрали больше 60 баллов, но меньше 80, их 46%. И дальше мы в основном будем работать именно с этой категорией. Если брать Татарстан, там сдавало 7,5 тысяч человек, из них тоже 60% мальчики, 40% девочки. То есть такое повторение статистики позволяет, в общем-то, с высокой долей вероятности говорить, что в целом мальчиков сдает профильный математик в полтора раза больше, чем девочек. Что по баллам? По баллам в стубальнике тоже число упало. Было 19, стало 9. Средний балл в Татарстане упал почти на 2. Был 65, стал 63. Заметим, что в Питере средний балл был 58,5, в Татарстане 63,5. То есть это достигается за счет того, что в Татарстане количество не сдавших ЕГЭ значительно ниже. Количество тех, кто набрал больше 80 баллов, примерно такое же, 10,5%. Количество тех, кто набрал от 60 до 80, 55%. Количество высокобальников упало, как и среди 100 баллников, так и среди тех, кто просто набрал 80+. Еще, наверное, интересным для нас будет то, что можно посчитать количество людей, которые набрали 90 и более баллов. Их 165, и это тоже примерно те же самые 2%. То есть можно говорить, что если вы хотите набрать 90+, вам надо попасть примерно в 2%. О чем можно поговорить дальше? Дальше можно поговорить в целом о статистике по России. И по России тоже статистика была опубликована в ФИПИ. По России процент участников, которые набирают от 64 до 80, по России набирает 45% учащихся. Более 80, то есть начиная от 82, у нас в двух регионах считали от 80, уже включаю 80, здесь от 82 примерно 5,2% участников. То есть если вы хотите 80, больше 80 баллов, то вам нужно попасть в 5%. И дальше, на самом деле, для нас будет очень интересной табличка, в которой, соответственно, показано, какой процент набирал какие баллы по каким заданиям. Здесь мы будем анализировать, наверное, только группы тех, кто набрал выше 64 баллов. То есть мы будем анализировать тех, кто набрал либо от 11 первичных до 19, либо от 20 до 31. Что здесь прямо хорошо бросается в глаза? Ну, хорошо бросается, что люди, набирающие высокое число баллов, хорошо решают первую часть. Очень хорошо. То есть если брать группу высокобальников, то те, кто набирает 80 баллов, у них примерно одна ошибка в тестовой части на 5 человек. Ну вот, то есть если вы претендуете на 80+, первый вывод, это вы должны хорошо знать первую часть и качественно ее решать. Потому что по статистике те, кто набирает 80+, очень хорошо решают первую часть. Те, кто набирает выше 64, обычно делают около одной ошибки в первой части. Ну то есть вот первый вывод из этой таблички, первую часть надо учить хорошо. Далее. Они прекрасно справляются с заданием по тригонометрии. В группе высокобальников, то есть 82+, люди в 95% случаев набирают по тригонометрии хотя бы, хотя бы, ну точнее не хотя бы, а 2 балла. Хотя бы балл набирает вообще больше, чем 98%. В группе, так сказать, среднебальников такой процент 80%. Ну то есть, если вы хотите 80+, вы должны идеально решать тригонометрию. Дальше. Мы пока опустим 13-ю задачу по этому году, 14-ю стереометрию, и пойдем на неравенство. По неравенству в целом статистика у нас в группе высокобальников 86,3%. Это хорошая статистика, а вот в группе среднебальников 27,9%. Вот первое, что отличает высокобальника от среднебальника, умение хорошо решать неравенство. То же самое мы видим по экономической задаче, по экономической задаче в 6 раз. То есть у высокобальников 63,2%, у среднебальников 11,2%. При этом за экономическую задачу среди высокобальников баллы получали 77% участников, из среднебальников их было только 19%. Ну то есть, вот это опять же массовая задача. Следующая, как ни странно, по массовости и среди среднебальников, и среди высокобальников, это 18-я задача. Среди высокобальников у нас получается, что баллы за эту задачу получало примерно сколько? Вообще, если я правильно считаю, 93%. Да, то есть 93% высокобальников получили хотя бы 1 балл за 19-ю задачу. Причем огромное количество получали 1,2 балла. Среди среднебальников выше 50%. То есть они чаще получают баллы за эту задачу, нежели за неравенство или за экономическую задачу. И это тоже прямо крутой такой инсайт, если вам нужно ботать 18 хотя бы А и Б. То есть практика показывает, что это решабельные задачи. Дальше параметр. Тоже на самом деле хотя бы 1 балл и среди среднебальников, ну, среди среднебальников он, наверное, в чем-то даже сопоставим с экономической задачей, чуть поменьше. То есть здесь получается 17% получали хотя бы баллы за параметры среди тех, кто набрал до 80 баллов. Среди высокобальников 57% решили параметр на полный балл. То есть следующее, если вы хотите быть высокобальником, вам точно нужно ботать параметр, потому что за параметр в прошлом году баллы набирали очень хорошо. Да, это связано с тем, что был не очень сложный параметр. Да, он совпадал с Дальним Востоком, но все равно, если вы не будете его ботать, вам не помогут ни сливы Дальнего Востока, вам не поможет то, что параметр легкий. Поэтому параметр надо ботать. И дальше у нас осталось две задачи геометрии, вот с ней картина совсем грустная. То есть на самом деле, если посмотреть, то полный балл за 13 задачу по геометрии, ну, среди среднебальников полный балл набрали вообще 0,23%. Это очень мало. Среди высокобальников только 10% набрали полный балл за стереометрию и 13% набрали полный балл за, соответственно, планиметрию. И это самые низкие показатели по ЕГЭ. То есть отсюда вывод, что полный балл и по 18 задачи, и по параметру, но по параметру-то вообще примерно в 5 раз больше людей набирало, а по 18-му у В просто больше. То есть на самом деле опять планиметрия и стереометрия, особенно стереометрия, очень сейчас сложные. И по ним баллы набираются плохо. То есть на самом деле, скорее всего, вам нужно придерживаться идеи, что сначала вы ботаете параметр, потом уже вы идете в планиметрию, ровно потому что планиметрия хуже приносит баллы. Ну и стереометрия по всем показателям здесь, это на самом деле самая плохая задача для набора баллов. Это вполне ожидаемо. Ну вот, еще раз статистика подтверждает, стереометрия очень сложная, ее, наверное, нужно ботать, но точно после того, как вы заботали параметр, после того, как вы заботали планиметрию, после того, как вы заботали 18 хотя бы АБ. Вот потом уже стоит начинать стереометрию. Вот такая вот статистика. Там, если ходить по другим регионам, есть еще много чего интересного. Например, то, что в Забайкальском крае нету не то, что 100 бальников в этом году, а нету максимальный балл, кажется, 94. Возможно, я ошибаюсь, 96, но, по-моему, 94. А вот если мы возьмем республику Ингушетию, то там 100% высокобальников набирали хотя бы один балл по 18 задачи. Кажется, это тоже интересная статистика. Вот. Ну, если вы хотите более подробный разбор всей статистики по тем регионам, которые, по крайней мере, открыли свои результаты, то пишите в комментариях, ставьте лайки, мы поймем и, возможно, сделаем стрим. Но сейчас вот такая вот получилась история, из которой, наверное, главные выводы были про то, какие задачи следует ботать. А именно, если вы хотите 80+, идеальная первая часть, хороший джентльменский набор, опять же, все высокобальники показывают высокие результаты на джентльменском наборе. Ну и дальше параметры, потом 18 АБ, потом 16 пункт Б и потом 13 Б. Вот это как задачи были в прошлом году по сложности. Будут ли они таким же в этом году, мы не знаем, но, по крайней мере, вот эта статистика позволяет нам строить какие-то стратегии по подготовке, и об этом мы еще будем писать и в нашем телеграм-канале, и на этом канале. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был канал Профиматика, Игорь Уколов. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok